Оки-таки, ромпа! На-о-о-о-о-о Е-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-ээ-э-э-э-э-э-э. У тебя будет реальная свадьба? Заметь, пожалуйста. Заметили. Заметили? Всё. Ну, Лер, ответь. 28 апреля. 28 апреля. Вот. Дальше. Хоть постараю, как это делается. Как похудеть? Вы спрашиваете у самого плохого человека, который вообще не худеет. Та, которая сегодня встала на беговую дорожку, не знала, где нажимать, где что управляется. И начала поднимать эту штуку в гору, типа, как будто она скалодромщик. Ну и что? Ну, в общем, похудеть, просто правильно питаться, заниматься спортом и всё. Надо спрашивать у тех, кто худеет. Это не я. Как зовут твоего парня? Махмуд. Спасибо. Махмуд. Какие у тебя цели в жизни? А, подожди, я вот это удаляю и сразу, типа, как обычная трансляция. Так оно, значит, как-то по-другому делается. В смысле? Общаетесь хорошо с Юлей? А как следующий вопрос? А, всё, understand, окей. А группа ваша распадаться или нет ваших концертов? Наша группа не распадается. Просто нашу группу ждёт какие-то перемены. И мы скажем о них немного попозже. Вот. Где вы находитесь? Мы находимся в Египте Шарм-Мальшейх. Чему полетели лише у двоих? Потому что у Леры была сессия, навчанья. Я ждала, пока её сессия закінчится. И после этого мы швиденько решили взлетать в теплу страну, чтобы набраться сил, энергии и пойти в... Новый год с новыми силами. Новый год с новыми силами. Час для мриней. Ось. Кто твой парень? Махмуд. Какие у тебя? У нас один парень на двоих. Мы же в Египте. Махмуд. Она убила мопса, которого нам сделали. Понимаете? Из полотенец. Как новая песня Реально Северный Ринкс. Вы можете уже посмотреть у меня в инстасторе. Я сняла под неё историю. А Лера меня просветила и сказала, что она слушает. Мы сегодня слушали её уже в номере. Да. Мне нравится. Кто твой парень? Ай, блин. Кусаются комары. Ты счастлива? На самом деле, в данный период, да. Очень даже. А ты, Лер? Я, да. Ну, это прекрасно. Вас только двое. А дэрэ, что девчата вы только двое поехали отпочивати. Так, мы поехали только двое отпочивати, потому что инши девчата трошки раньше поехали отпочивати в Египет. На самом деле, мы не собирались ехать вместе отдыхать. Поэтому почему-то все думают, почему вы только вдвоём, но у нас отпуск, то есть каждый решает, где он сам проводит. Мы с Ангелиной решили, что отпуск проведём вдвоём. Ну, типа, это было решено заранее. В каком городе ты родилась? Я родилась в село Иштеминского типа. Я не знаю, как на русском это говорить. Сейчас. Село... Посёлок местного... Городской посёлок? Нет? Местного... Короче, посёлок. Посёлок Верховына, Ивано-Франковская область. Я, короче, девчина с села. У меня Киев-сити. Ну, она... Киевлянка, киевлянка, киевляночка. А, можешь снять завтра в 15.00, как вы купаетесь? Ага. Конечно. Любой каприз за ваши деньги. Тебе нравится Тимоха? Мне очень нравится Тимоха, на самом деле. Как друг, как парень, как вообще... Он хороший человек. Хороший человек, да. Как всегда. Хороший человек. И прям очень сильно я дорожу нашим общением и всегда стараюсь его поддерживать. Вот так вот. Какие у тебя ощущения от предстоящей свадьбы? Я немного в таком шоке. Как вы понимаете, это же первый раз у женщины, у девушки. Короче, ребята... Она всегда первый раз, Ангелина. Ну, типа... Давайте перестанем об этом говорить, потому что этого не существует. Хорошо. Хочешь детей? Как любая девушка, я очень хочу детей. Когда возле меня будет стоять главный мужчина моей жизни. Когда мы сможем обеспечить наших детей и подарить им всё. И ни в чём себе не отказывать. Но для... Чтобы дойти до этого, нам нужно немного подработать денег. И найти как бы этого мужчину. Да. Вот так вот. Ой, не то. Будет концерт в Москве? Концерт... Всю инфу можно найти. О, Тимурка, приветульки! Концерт будет... Приём, приём, привет! 13-го, 14-го апреля. Приходите. Не знаю, ладно, чуть попозже. Блин, я опять не так нажимаю, наконец-то. Бассейн или море? Ну, вообще море, но сейчас бассейн. Сейчас бассейн, так что мы купаемся только там. Как правильно подобрать тон для лица? На самом деле, чтобы подобрать прям качественный, хороший тон, прям, который именно ваш, вам нужно намазать сначала лицо в магазине, проходить с ним хотя бы 2-3 часа. 2-3 часа и после этого вернуться в магазин. Если вам не подходит ещё какой-то брать, ходить, и тогда вы найдёте свой хороший тон для лица. Он был прекрасен. Ребят, нам сегодня в отеле сделали вот такого прекрасного мальчика. Его зовут Махмуд. Ангелина его убила. Блин! Что делать, если рассталась с парнем? О, мои любимые темы отношения. Ну, смотри, типа, мне кажется, тут это было воюдное решение, это он бросил или ты бросила, сами на нейтральном разошлись, тут слишком много вопросов к этому приходит. Что делать, если рассталась с парнем? Сейчас скажу супер банально. Ну, если её это волнует, значит, наверняка он её бросил. Ну, да. Потому что, если бы ты его бросила, ты бы не задавала этот вопрос. Что делать, если рассталась с парнем? На самом деле, мне кажется, в этом ничего такого нет. Это отношение. Нужно понять, что он, да. Что ты вынесла. Да, ты вынесла. Не обижайся на него, потому что, если он принёс счастливые моменты в твою жизнь, то, значит, это действительно ценный человек. Его нужно уважать в первую очередь. И не гнобить, если вы там расшлись как-то некрасиво. Не нужно, типа, говном поливать друг друга. Да, серьёзно. Перестаньте это делать. Это прям очень некрасиво. Я вообще не понимаю людей, которые, типа, начинают выставлять посты. Ах ты, там, типа, такой козёл, бла-бла-бла. Если вы уже так расходитесь, это просто уже так низко, ниже плинтуса. Я не понимаю людей, которые так делают. Меня прям это уже выбежит. Ну, просто нам с тобой легче, вот это, типа, выриваться друг другу в плечо, типа, себе это загнаться внутри, чем вот это кричать на всю вселенную. Ну, на самом деле, если вам это так важно, вы подойдите к нему, скажите это лично. И вдруг вы сможете найти какой-то коннект и разъяснить эту ситуацию. Нет, тогда ты, получается, дашь ему понять, что тебе больно, если ты говоришь напрямую. Ну, так, а почему не говорить о своих чувствах? Ну, так, говорить ему. Зачем кричать? Я имею в виду про расставание на весь мир. Согласна. Лучше подойди ему, скажи, что вот мне бы неприятно, как ты поступаешь. Ну, типа, блин. Согласитесь, это очень... Ну, смотри, что делать, если ты рассталась с парнем? Это же не последний парень в твоей жизни. Ну, ты должна это прекрасно понимать. Даже если... Что? Даже если он был очень важным человеком в твоей жизни, то понимаешь, что в будущем тебя ждёт что-то новенькое обязательно. И тот, кто сделает тебя счастливей больше. Пожалуйста, только не поливайте друг другом говном. Я вас умоляю. Это очень важно, правда. Если разошлись... Можно я скажу? Я когда-то, типа, поняла, что... Я не помню, то ли я где-то вычитала, то ли... Вообще не важно. Любовь уходит только для того, чтобы вернуться в два раза больше. Поэтому... Помните это. Вот. Ну... Ирина почти научилась пользоваться трансом. Посоветуй макбук, спрашивай. Так я чё? Что? Ну... Сколько вместе с парнем? В смысле? Типа, что за вопросом, Ирина? А мы объявляли где-то, что у нас есть парни? У меня же муж, я выхожу замуж. А, ты просто... Это. Но... Там на самом деле длинная история. Да, просто мы любили друг друга на расстоянии, а потом это всё прилило... Ну ладно, всё. Не важно, короче. Там как-то расскажешь. Мне кажется, тебе видео на канал надо снять отдельное про свадьбу. Да? Какой жизненный опыт ты запомнил навсегда? Интересно. Что в любой ситуации нужно оставаться человеком. Я не хочу говорить про какие-то истории, что там, да как там, но просто знайте, что если вы так поступаете подло, некрасиво, то в любой момент с вами могут поступить так же. И подумайте, будет ли вам приятно или нет. Заденет это вас или нет. Будет там что-то неприятное в этих отношениях или нет. Просто всегда оставайтесь человеком и никогда не смотрите с одной стороны на ситуацию. Никогда. Постарайтесь посмотреть глазами другого человека. Моими глазами. Например, Лера ими глазами. И посмотреть вообще... Пойдём, мы будем выглядеть, а мы кому рыбку с вами. Хорошо. Или посмотреть на ситуацию вообще иными глазами. Третьего человека. И тогда разрешите эту ситуацию сами для себя. Вот. Лера, можно портативку твою? Да. Давай я уберу меня на свои танцы. Было бы неплохо. Давай. Вот. Ты разговариваешь в украинскую? Так, разговариваю. Так, надо сегодня поубирать. Надо. Что делать, если не нравишься вы самой себе? Если вы не понравитесь самой себе, вы не понравитесь никому. Это научно доказано. Не знаю, много кто так говорит. Я тоже так думаю. Нет. Почему? Если вам не нравится что-то в себе, у вас есть возможность это поменять. Не пластическими операциями. Не пластическими операциями. Если вам не нравится ваша фигура, пожалуйста. Садитесь на правильное питание. Я не говорю про жесткие диеты. Я говорю про правильное питание. И занимайтесь спортом. Не кушайте сладкого, не кушайте мучного. Обязательно кушайте мясо и молочные продукты. Все. Это все, что вам нужно. И тогда я надеюсь, что все получится. Я не знаю, как это не нравится себе. Короче, ты должен стать перед зеркалом и понять, что тебе не нравится. Да, что тебе не нравится, что тебя не устраивает. Это так, ты рассказал, справиться не будет. Что тебя не устраивает. А также еще просто-напросто, мне кажется, все зависит от внутреннего состояния. Ты должен понять, что тебя не устраивает в своей жизни. Где... Вот недавно, кстати, посмотрела видосик. Если вы в теме, то Алена Веном классную штуку сделала. Мотивационную в конце своего последнего видео про Нью-Йорк. Нужно было заполнить просто в кружочках от 1 до 10 каждую сферу своей жизни. Здоровье, отношения, работа, карьера. Что-то там еще, там красота или что-то в этом вроде. И ты сам для себя выстраиваешь эти пункты и понимаешь, что тебе нужно подтянуть. Где ты недоволен до конца. И, знаете, я еще заметила такую штуку, что, когда ты счастлив, то есть внутри, ты излучаешь свет, тогда люди к тебе быстрее притягиваются. И, ну, согласись, Ангелин, типа ты меняешься, и все вокруг меняется тогда. Очень умно сказано, очень мудро. Нет, правда, Лер. Спасибо. Когда был первый поцелуй? В 16 лет. В 17. Это было ужасно. Это было неплохо, но... Ну, это было не ужасно, это было, ну, типа, такое. Неожиданно. Я не готовилась, типа, к этому. Это был просто, знаешь, как мемчик говорит, вот это поворот. Вот у меня вот такое было. Ну, я соглашусь, что у меня 17 лет, и... Я недалеко ушла, у меня 16. Ну, Лер, у меня было почти в конце 17. Ну, я знаю, как бы. Ну, вот. Веришь ли в любовь на расстоянии. Это больная тема, ребят, честно. У меня были отношения на расстоянии, и скажу честно, что... Это тяжело. Это очень тяжело. Это трудно, капец, просто. Максимально трудно. Нам с Ангелиной это понять вообще. Тяжело. Просто вы пытаетесь вроде себе говорить, что всё хорошо, что человек как будто рядом, и представлять друг друга рядом, но, к сожалению, это всё только вот здесь в голове, и вы не ощущаете этого тепла на самом деле. Ну, представьте, вы всё время живёте в телефоне, потому что больше коннекта нет. Только FaceTime, только переписки, Telegram, Instagram, всё в телефоне. И ты просто ждёшь смс от человека, а как он, а где он, а что он, только в переписках. И видитесь вы очень-очень редко, ну, и это, конечно, капец. Это жёстко, да. Да. Поэтому многие говорят... У меня есть вопрос, доктор Чардж, давай. Давай, Тимур. Многие спрашивают, многие говорят, ну, любовь, какая бы она сильная ни была, она существует на расстоянии. Окей, но если ты находился с этим человеком какой-то период времени вместе, то есть там вы прям жили, например, год вместе, и потом на расстоянии. А когда она зарождается уже на расстоянии, то это трэш. Да, это жёстко, Томаш, год пишет. Ну, просто мы шарим с Ангелиной, типа, такие же вещи. Ну, слава богу, что сейчас совсем всё по-другому. Но, мне кажется, у каждого по-своему, поэтому нам советовать что-то нет смысла. По-любому, если у вас сейчас могут быть отношения на расстоянии, попытайтесь их максимально укрепить. Ну, там, ездить друг к другу, там, встречаться, там, то всё. Да, по возможности. Если вы так любите друг друга, конечно, так и нужно делать. Давай дальше. Так, ищем что-то интересненькое, ребят. Любила по-настоящему. Ого, ничего себе, у нас сегодня любительная транса. На самом деле. Я просто не понимаю, как можно любить не по-настоящему. Ну, это типа имеется в виду симпатия была или была прям любовь? И ты осознавала, что это любовь. Просто на самом деле симпатия перерождается в что-то большее. Не всегда, не всегда она может остаться. Ну, хорошо. А когда ты в отношениях? Ну, как это? Ну, он мне просто нравится? Какой-то период, да, согласна. Ну, некоторые могут так и жить. Мне он нравится, мы с ним гуляем. Я не понимаю. Ну, это ты не понимаешь. Но люди есть такие, которые просто, ну, просто мутят. Но мне кажется, я любила по-настоящему. Мне тоже. Ну, так, чтобы меня накрывало прям очень сильно, то да, такое было. Ну, прям когда до слёз. Да, ну, отлично. Вот это тебя изнутри колбасит, мандраж. Вот такое было всё. Да, да, всё было. Поэтому я думаю, да. У тебя есть второй подбородок. Что сделать, чтобы тебя полюбили? Ого. Вот это вопрос, конечно. Ребят, на самом деле, привлекать парней и попытаться его заманить к себе, это очень плохо. Не делайте так. Попытайтесь всегда быть самими собой. Если этот человек ваш, то по-любому он будет с вами. Как ни крути, это судьбоносная штука, и судьба так преподнесёт это. Но, блин, просто не делайте вот этих специальных каких-то манёвров, что я сделаю какую-то специальную провокацию, чтобы он там... Зачем? Или я сейчас поступлю вот такой махинацией, мне помогут в этом те-то-те-то, и вот мы классные с подругами, потому что он в меня влюбился. Ну, типа, что? Да, не делайте. А тогда, когда ты начнёшь с ним реально встречаться, и он увидит, что ты не такая, как ты будешь поступать? Зачем показывать из себя кого-то? Да, это очень жёстко. Не делайте так, пожалуйста. Будьте самими собой. Какие вы есть, такие и есть. Покажите, кто вы на самом деле. Да, одно дело, когда ты стремаешься, стесняешься, там, типа, ну, блин, вдруг я ему не понравлюсь. Но рано или поздно, если тебя зацепило что-то в этом человеке, значит, у вас есть... Ну, то есть вы на одной волне по-любому. И тогда всё будет хорошо. Но ты сразу, мне кажется, ты всё равно с первой встречи понимаешь, это твой или не твой. Вот именно всё наше, как мой папа говорит, всё ваше будет с вами. Ой, круто. Всё ваше будет с вами. Так что вы не бойтесь, если вы видите, что человек не ваш, и вы не можете найти с ним коннект, отпустите. И тогда, может быть, всё всё по-другому. Если вы отпускаете, оно возвращается, и уже возле вас. Так что это такая штука. Так. Расскажите о себе то, что вы никогда не рассказывали. Ну, как вы поняли, я только что сказала, что у меня были отношения на расстоянии. Вот. Я только что воспалилась. Ну, мы сказали про первую посылу, мы никогда об этом не говорили. Да, не говорили. Да. Потом рассказать о себе. Блин, тяжело. Да, мы так не ответим. Да, давайте напрямую задавайте вопросы, мы будем отвечать. Как тебе новая песня Егора Крида? Крутой. Норматик зашла, правда. Как стать увереннее в себе? Если, я говорю, если у вас есть какие-то принципы, и вы думаете, что вы не уверены в себе, я просто не понимаю. Ну, хотя я тоже была не уверена в себе, и я это прекрасно понимаю. Ну. Я была не уверена в себе. Что мне помогло стать уверенной в себе? Наверное, поддержка других людей. Хотя, если нет поддержки других людей, не знаю. Ну, вроде такие легкие вопросы, на самом деле, они очень сложные. Как стать увереннее в себе? Вы должны сами понять, что, точнее, почему вы себя чувствуете, в каких моментах вы чувствуете себя неуверенным. Вы чувствуете себя неуверенным в компаниях? Или когда вы наедине с каким-то человеком? Неуверенным, не знаю, когда на сцене? Или еще что-то? Нужно разбираться прямо в мельчайших деталях. Или у вас вообще может быть эта ревность к чему-то? Вы ревнуете кого-то к другому человеку, потому что не уверены в себе. Понимаете? Ревность может отображаться и в разных людях. Плохая штука ревности? Да. Но все равно ревность, она у каждого человека присутствует. У кого-то просто больше, у кого-то меньше. И просто я не знаю, как это вообще перебороть. Но я нормально ревну. Вот это ты вообще. Поэтому не приближайтесь к моим друзьям, к Ангелине, пожалуйста. Как выглядит для тебя идеальная свадьба? Какие-то вопросы были? Было ли такое, что позорились перед людьми? Мне кажется, что было. Конечно. Да, у меня было! Я готова вам поделиться историей. На самом деле, это жесткая история. В общем, у меня было выступление в школе. Я рассказывала, помнишь? Пятый или шестой класс. Я была Пеппи Длинный Чулок. И у нас были парные хореографии с пацанами. То есть, одна пара танцевала и вторая. Девочки, я и вторая девчонка танцевали впереди. И то есть, мы не видели сзади, пацаны подошли или нет. В это время... Сейчас, Ангелина поставит телефончик. Говори. В общем, у нас были поддержки. И нужно было падать назад на них, там, и всякие штучки делать. Я смотрю и вижу боковым зрением, что девчонка танцует уже с пацаном. А пацан выступал перед этим в номере. И то есть, он переодевался. И я делаю поддержку. То есть, падаю назад. И я падаю на копчик. И на меня смотрит. Да, меня никто не ловит. Эта пара делает поддержку. Я падаю сама. То есть, люди уже видели, что сейчас что-то будет происходить. Так как, ну, я не знала, что его нет сзади. То есть, он не успел выбежать. Он не успел переодеться. Он надевал носки. Дурак, блин. Ну, реально. Я падаю на копчик. Он выбегает, поддерживает меня. И все потом просто залыкуют. Я понимаю, это капец. Я тупо навернулась на спину поддержки без партнера, когда на меня смотрел весь зал. Ну, ко мне потом подходили. Лера, как ты? Ла-ла-ла. Ну, блин, мне так стыдно было. Но я представляю, что еще хуже было тому чуваку. Потому что он меня не словил. Он не успел выбежать. Он променял носки на меня. Вот так. Кто когда-нибудь парень? Что ты по отношениям сегодня все вопросы? Ну, типа, что нет? Опытная. Ну, Лер? Был? А что я должна отвечать? Был. Был, не был? Ну, был. Ну, был. Ну, все. У меня тоже был. Из-за какого-то... Ты не ссорилась по другу другу из-за какого-то пустяка? А-а. Нет. Из-за какого-то пустяка никто не ссорится. Потому что ссориться за какую-то мелочь, это просто глупо и дурно. Не делать это. Но, мне кажется, ссориться из-за пустяков дети. Если это какие-то глобальные темы и прям ситуации... Ну, когда ты становишься осознаннее, то тогда ты начинаешь понимать, что где лучше промолчать, где это. А в детстве, конечно, там, мне кажется, были какие-то штуки там с одноклассниками. Ну, просто пустяки. Например, ты легла сейчас на мою кровать. Например, ты легла на мою кровать. Что-то у нас общая кровать. Я шучу, да, понятно. Я легла на мою кровать, и она тебя... Лера, встань отсюда! И ты на меня... Что там? Типа, то есть... Ну, это детство. Это просто детский сад. Ну, блин, у нас такого нет. Нет. Давай дальше. Как вы представляете себя в самостоятельной жизни? Ух, стишка! Классный вопрос, спасибо. Самостоятельной жизни? Вот нам недавно исполнилось... Не, недавно исполнилось 18, и я всегда к этому шла. О, Пауки, мне 18 лет. Да, я постоянно говорила об этом. Представляете, мне скоро 18, там мне нужно будет и то сделать, и то. Я уже буду самостоятельно. И паспорт, и то. Я уже должна отвечать за свои поступки. И несу за себя ответственность. Но понимаю, что ничего не поменялось. Это цифра. Это просто цифра. Она меняется в сознании людей, когда ты с ними знакомишься или общаешься. Мне 18. Ого! Тебе 18? А, или типа, о, окей, тебе 18. Нормас. Ну и фишка в том, если вы сейчас пытаетесь что-то сделать, там, какую-то достичь цель, но у вас не получается, потому что у вас нет, например, 18-летия, не ждите. Делайте сейчас. Тут вопрос был, как представляете себя в самостоятельной жизни. Мы немножко ушли от тебя. Что ты думаешь, Лер? Ну, на самом деле, я уже говорю родителям о том, что я хочу жить отдельно. Но, с другой стороны, когда они уехали отдохнуть на пару дней, ты приходишь домой, и никого. Пустота. Это, окей, первый день нормально, второй день окей, но когда это уже третий, четвертый, ты понимаешь, это жесть. Типа, я один. Тупо одиночество. Ну, это стрёмно. Поэтому, мне кажется, если переезжать жить, то просто нам сейчас нет смысла с тобой переезжать жить, потому что снимать квартиру, тратить больше денег, когда ты можешь жить с родителями в квартире в Киеве. Ну, типа, деньги в никуда. Правда? Если были бы, там, переезжать в серьёзные отношения с парнем, там, или ещё что-то, это другое дело. Ну, как я представляю себя в самостоятельной жизни, нужно будет много готовить, а у меня пока нет на это времени. Ты хотела что-то другое сказать. Что? Реально? Нужно будет готовить, успевать, Ангелин. Ну, всё нужно будет готовить, стирать, убирать, ну, всё это делать, домашние вот эти дела. А ты, типа, прилетаешь, универ, работа, съёмки, короче, такое. Просто, если на самом деле твой муж или парень не будет тебе помогать в этом, это просто будет трэш. Я думаю, с подарочкой так останешься. Давай дальше. Да, правда, это жёстко. Как поднять самооценку? У нас сегодня классный тренинг. Как поднять самооценку? Ну, это точно так же, как, типа, стать уверенной в себе, Ангелин. Да, это одно и то же. Просто непонятно, почему у вас она понизилась. Но всё идёт с детства, сто процентов. Либо это... Или нет, или какие-то близкие люди я заметила. Ну, ты же знаешь, у нас тоже такое было. Типа, когда тебя не поддерживают, то ты и не уверен в себе. И ты начинаешь искать поддержку где-то. Ну... Если они поддерживают родителей, то... Поговорите с ними об этом. Да. Скажите, что... Вам важно. Вы не хотите слышать, например, критику. Например. Или просто критику в нормальной форме. В адекватной. Чуть выше поднимет кто-то писал. Расскажите... Чуть-чуть-чуть. Да, вот это. Там, где много пишут. Расскажите ещё выше. Нет, не можно. Выше. Ситуация, над которой вы очень долго ржали? Угу. Ха! Не знаю. Да у нас постоянно... Мы постоянно ржём, ребят. Реально. Постоянно угораем. Полировались. Ну я, да. Я тоже. Ребят, это так больно. Я никому не цовет этого. Это жесть. Просто кошмар. Честно. Я не знаю, что, может быть, кожа предательства. Не хочу об этом кладить. Да. А ну, ты дружелюбная? Давай отведем. Раньше было нет. Ангелина нет. Да, я очень... Она очень какая-то... Осторожнейшая. Нет? Первое мнение людей, когда Ангелина с ними знакомится, что она какая-то агрессивная. Ну, типа. Штерва. Она всегда вот так смотришь на них. Ну, согласитесь, ну как я должна смотреть на человека первый раз? Сразу улыбаться? А я ей потом объясняю, что не, ребята, ну нормально. А потом меня просто удивляюсь, когда ты знакомишься уже потом с людьми, и мне говорят, блин, ты такая классная, такая добрая, такая искренняя, такая смешная. А я говорю, а у меня вообще первое мнение о тебе было совсем другое. Я говорю, какое? Ну, ты такая, типа, стерва. Так смотрела, так, типа, ходила, так, типа, то есть... Как я должна себя вести первый раз? Я это очень долго обдумала, почему первое мнение людей обо мне такое... Причем не один человек, не пять, а человек десять. Нет, все об этом говорят. Сейчас мы познакомились с друзьями, они тоже так сказали. Ну, это прикольно, что ты об этом узнала. Хоть будет над чем поучиться. Ну, мои одногруппники, с которыми я учусь, всегда, все так сказали, все так говорят. Не знаю, почему. Был вопрос, сколько лет мы дружим. Семь. Да. Капец. Семь лет. Угу. А я дружелюбная, Ангелия? Да. Мне легче найти контакт. Я люблю очень людей, и мне интересно узнавать их. Ну, давай, Вон, как понравится парню, мы этому не будем отвечать, потому что будьте собой. Как понять, что тебя любит парень? Вот, это жестко. Это тяжело. Я сама всегда задаюсь этим вопросом. Просто в последних ситуациях мне повезло, потому что у меня есть подруги, которые, типа, сами выкапывают это все, и мне потом говорят, что в тебя влюбился тот-то, или ты нравишься тому-то. А вообще, пацаны либо будут подстегивать, такие а-ла-ла-ла, либо будут ухаживать с трепетом. И любить. Бить? Любить. Давай дальше. Я, значит, любит? Да. Погнали дальше вопрос. Сейчас. Это папины ретро очки, аккуратно. Они очень классные. Я в них все не иду на ужин. Хорошо. Бывали ли такие моменты, что хочется опустить руки и сказать, что я устала, и нет сил двигаться? Да. В прошлом году просто очень много у меня таких было. В 2018 такой тяжелый эмоциональный год был. Мне кажется, у меня пару раз были такие моменты. Ну, а я тот человек, который постоянно опускает руки. Ты сама вытягиваешься с них? Да. Ну, не знаю почему. Вот если не получается, опустились руки. Хотя в последнее время, за что бы я ни бралась... Да, ты как-то упорнее стала. За что бы я ни бралась, я всегда пытаюсь дойти до своей цели. Чтобы даже не было никаких преград. Не знаю, кто это во мне вселил, но в последнее время стало так. Да. Но на самом деле очень тяжело вот в такие моменты понять, что нужно делать дальше. Это как будто вообще неизвестность и будущее, оно пугает и в то же время привлекает. Потому что ты не понимаешь, что дальше тебя ждет. И в такие моменты я, наверное, не могу себя сама вытянуть. Меня вытягивает окружение. Да. Ты просто приходишь и высказываешься, становится легче. И только тогда тебя направляют в какую-то другую сторону. И очень важно, чтобы ваше окружение вас поддерживало, мотивировало идти дальше, а не вы останавливались на чем-то одном и жили в каких-то рамках. Ну, в таких ситуациях, когда, например, человек в таком состоянии, очень важно понять, друзья помогут ли тебе или нет. Ну, ты можешь просто вдохновиться чем-то в какой-то момент и пойти вперед. Если они тебе помогут, то ты поймешь, что это наверняка верные друзья, которые возле тебя, и помогут в любую минуту плохую и хорошую. Ну да. Вот. Тут был вопрос, как сказать парню, что ты его любишь. Ой. Не делайте моих ошибок, пожалуйста. У меня была какая-то ситуация в детстве, ну реально в детстве, когда я сказала чуваку, что я его люблю, он растрендил это всем своим друзьям. Ребята, это полная шесть, было честно. После этого момента, мне кажется, мне так тяжело говорить людям, что я их люблю. Что ты скажешь, Ангелина? Как сказать чуваку? Ну, наверное, если это не взаимно, то лучше не говорить, мне кажется. Я просто не знаю, если это обоюдно, просто очень легко понять, если ты скажешь, я тебя люблю, парня, то посмотри, что он скажет в ответ. Либо его может передернуть, и знаешь, это чаще в мороз врубается. Да, если в мороз, то ты скажешь, ну скажи там, типа, наверняка я поспешила. Ну тебе больнее будет, алло, если он врубит мороз, и потом тебя вообще будет игнорить. Ну, так а что делать, постоянно вот это сюси-муси-пуси и не говорить, что я тебя люблю? Нет, она имеет в виду, например, в одном окружении пацанчик и девочка, и девочке нравится он, и подойти и сказать, я тебя люблю. Вот мне вот такая ситуация. А, такая? Да. А, ну подожди, ну... Вот я про это. Не спеши, вау. Как ты можешь сказать, что я тебя люблю, если ты никогда не была с ним в хороших, например, отношениях? Вы же не были близки. Ну да. Нужно очень обдумывать эти слова. Это очень важные слова, на самом деле. Веришь в любовь с первого взгляда? Блин, у меня такого никогда не было. Симпатия. Не, ну симпатия, искра какая-то, может быть, да. Но с первого взгляда... Это такие громкие слова, любовь с первого взгляда. Да, ну типа, блин. Это может быть так в фильмах, но я надеюсь, что бывает так и в жизни, но пока у нас такого не было. Ну, обоюдно, любовь с первого взгляда, это вообще просто вы нас молодец. Да, ну это очень круто. Но есть же пацаны, которые реально влюбляются с первой встречи. Сто процентов. Ну да, я знаю. Девчонки, думаю, тоже. Ну да, я тоже знаю. А, это уже был вот этот вопрос. Оно отлистает на самый верх, посмотрим, что там задавали. Там же новые появились, да? Угу. Ух тышечка. Ребят, что делать, если тебя обсуждают за спиной? А ты, это удостоверенная информация? Ты точно знаешь об этом? Да, это очень важно. Чтобы ты прям знал, правда это или нет. Потому что все могут так сказать, типа, вроде донести слухи специально. Пусть Андрин ответит мне этот вопрос. Но, знаете, что я вам скажу? Никогда не поступайте так, как поступают другие люди. Как бы не было плохо, как бы не было хреново, там, то, сё, вы плачете, не плачете, нравится вам эта ситуация или нет. Не делайте этого. Просто, если вам уже это так прям вот сидит вот здесь, лучше подойдите к этому человеку и скажите. Ха! А ты так делаешь? Нет. Ну вот именно. Лучше подойдите и скажите этому человеку, что, блин, мне неприятно слышать, было ли такое, что ты обо мне так говорил или нет. И он тебе скажет, наверное, да, было. Признаете тебя или нет? И ты понимаешь, а почему так, типа, ты поступил? Спросить там, поговорить, узнать о человеке, что он хотел этим сказать, этим обсуждением за спиной. И тогда, может, вы найдёте какой-то коннект и помиритесь. Но если вы не хотите мириться и хотите... Войну. Какая война? Разойтись просто с человеком и отпустить его, то хорошо. Не надо этого делать. Просто отпустите и всё. Просто не зацикливайтесь тоже на этом. Зачем оно вам надо? Если вам это важно. Просто ещё фишка в том, если вас обсуждают за спиной, цепляет ли вас это, то, что сказали о вас. Да, сплетни какие-то, например. Если вас это цепляет, то не нужно обращать на это внимание. Просто идти, куда шли, своим путём и не смотреть на что. А если не цепляют, так мне кажется, это вообще прекрасно. Блин, ну смотрите, просто вы о них не думаете. Они обсуждают вас только потому, что они о вас думают. Поэтому вы просто закройте глаза и идите вперёд. Знаете, как это приятно, что человек о вас говорит? Даже несмотря на то, что возле вас там никого нет. И плохое говорит. И плохое, и хорошее, неважно. Значит, вы его цепляете чем-то? Да. Во сколько у нас уже? Ещё полчаса. Окей. На минут 15 посидим и поедем. Угу. Как и где находите мотивацию? Раньше находила в каких-то людях мотивацию двигаться вперёд. Сейчас только в себе. Только в себе? Да. Но в последний период, в последний период времени, мне кажется, только я обрубаюсь сама. Типа я понимаю, что мне нужно, что не надо. Но это тяжело. Знаешь, меня ещё много мотивирует цели, которые я добиваюсь. Когда ты понимаешь, что это произошло? Да. Ну да, да. Ты оборачиваешься назад и понимаешь, что... Ни хрена себе я это сделала. Да. Типа, значит, я могу сделать что-то больше? Ну да. Меня это прям, знаешь, цепляет. Прям лили. Да, меня цепляют вот эти моменты, когда у тебя проскакивает какая-то мысль. Ты понимаешь. Блин. Она недостижима просто, ну реально. Например, например, прошлый год я пишу dream list и просто ляпаю себе в голове. Приходит мысль, все цели какие-то продуманные, проставленные. И приходит мысль, хочу сняться в фильме. Ну вот реально, хочу. Так, я думаю, так, записывать или не записывать. Такая странная идея вообще пришла в голову. Это странно. Как это добиться? Я просто даже не знаю хода, как выйти. Если другие цели, там примерно понятно было, что нужно делать, то тут вообще просто бездна. И за две недели до премьеры моего фильма я открываю этот dream list, потому что хотела подумать, что на следующий год писать. И вижу эту цель. И я офигела. Ребята, я честно офигела. Я реально сама от себя не ожидала. Оно само все сложилось невероятно круто. И точно так же было с озвучкой фильма, когда мы с Аней Вобровской озвучивали «Космос между нами». Я листала Инстаграм, и одна из знакомых выставила, что она озвучивает фильм. И я подумала себе, блин, я тоже хочу озвучить фильм. Я озвучу фильм. Ну и пусть там были какие-то маленькие фрагментики, но все равно это произошло. Да, согласна. И вот когда ты достигаешь прям свою цель, это реально тебя вдохновляет, и ты понимаешь, что можешь сделать намного больше. Надо просто понимать, что твои мысли, они очень сильные. Наша энергия очень сильная. Просто мысли в космос, вселенной, поверьте, что это будет по-любому. Да, я раньше... Я раньше тоже в это не верила. Блин, что? Да, почему все об этом так говорят, если это на самом деле неправда? И я потом удостоверилась в том, что реально ты подумаешь об этой мысли, себе скажешь, просто проговоришь ее. Я вот так могу себе сесть в комнате и так ее просто проговорить. И бац, это все случается. Да. Давай дальше. Слишком много этого вопроса. Блин, мне трудно на такие вопросы отвечать. Как побороть комплексы? Понять, что за комплексы. Понять, как ты можешь с ними справиться, что ты можешь изменить в себе. Понять, кто тебе внес эти комплексы. Да, они реальны или они у тебя только в голове? Например, Ангелине все говорят, что с длинными волосами ей круче. А она, ей нравятся короткие волосы. И вот все говорят, что с длинными круче, и она такая, блин, как я хочу отрастить длинные волосы. Хотя на самом деле, например, ей с короткими лучше. Ну, это так, из ниоткуда пример взялся. Я имею в виду то, что вы должны понять, это реальные комплексы? То есть вам нужно с ними бороться? Ну, там, например, не знаю, дефекты там с речью или что-то такое, которое там врожденное может быть. Или это просто кто-то вам ляпнул от фонаря? Типа, у тебя некрасивый нос, кто-то тебе из друзей в школе сказал. И ты такой думаешь, блин, мне нужна аренопластика, ой, что мне делать? Я не могу смотреть на себя в зеркало, буду ходить в маске. Ну, знаешь, вот так загоняться. Хотя все окей. Поэтому вот нужно просто это все понимать. Мне еще нужно понять, от кого вы слышите эти комплексы? От людей, которые вам важны и цены, и которые есть каким-то, как говорят? Боже, люди пишут лучше с длинными. Ребята, это просто пример был из ниоткуда. Лучше с длинными? Ну, мне кажется, вот эта длина просто моя. Ну, да. Мне дальше не надо. Золотой эфир. Аплодисменты вам стоя. О, май. Это кто написал? Не знаю, какая-то девочка. Спасибо. Спасибо огромное. Можем завтра тоже стоить? Ой. Прикольный вопрос. Как приносишь новые знакомства? Обожаю, обожаю. Я просто... Я не знаю, откуда у меня это пошло. Я обожаю новые знакомства. Я обожаю узнавать людей. Что у них внутри? Почему они так поступают? Потому что чаще всего, когда ты рядом с каким-то определенным окружением много времени, ты знаешь, как они поступят в этой или иной ситуации. Почему они так себя ведут? Что у них в голове? Даже начинаешь просто читать их мысли. А когда появляются новые люди, и ты не знаешь, какой у них бэкграунд, почему, как, что, какие они интересные и глубокие, вот это меня цепляет капец. На самом деле, узнавать людей, это как будто ты читаешь книгу. Ну да. Это правда. Это интересно. Предыстория. Кто, чем живет, чем занимается, откуда родом, а то-то-то-то-то. И тебе так интересно, типа, вообще, на самом деле, реально узнавать человека. И это прикольно. Но это, если повезет, встречать интересных людей. Хороших. Да. Сразу нужно отсеивать тех, которые не нужны тебе. Я, вот мы с Ангелиной начали задумываться вот перед Египтом о том вопросе, почему... Нет, ну, мы стали больше беречь свое время. То есть не ходить на встречи, где ты просто втыкаешь. Ну, это нет смысла. Зачем? Зачем ходить на встречи, когда тебе с человеком не о чем поговорить, когда тебе он неинтересен, когда ты просто, ну, не знаю, просто с ним. Просто, на самом деле, когда это было так, тебе не хватало поддержки, вообще поддержки. И ты искал этого другого человека. Но потом, когда ты его нашел, тебе стало, типа, комфортно. Но нужно понимать, если человек дал тебе все уже по максимуму, и тебе нечего от него брать, то просто отпускай и уходи в новое окружение. Искать что-то новое. Поэтому, да, новые знакомства я люблю. Фу. Фу. Маслова нет? Не знаю. Как помириться с девушкой? Ух тышечка. Это пацанчик написал. Ну, так мило. Смотря, как ты поступил. Что произошло. Надеюсь, это не Даня. Я тоже так понимаю. Да нет, все хорошо. Они же вместе вы гуляли. Ты должен понять, что не так. Ты должен понять, ты виноват в этом или нет. Но хотя, если ты написала помириться с девушкой, наверняка виноват ты. Если ты поступил как последний подонок, то... Мудак, так сказать. То я не знаю. Мы должны доверять друг другу. Я не понимаю, почему, типа, ссориться из-за глупостей, из-за нелепых ситуаций. Пойми, даст ли она тебе второй шанс. Насколько ты налажал, можно так сказать. Либо, если вы просто ссоритесь из-за ее характера, то пойми, нужен ли тебе этот человек. Но если ты любишь, то попытайся что-то изменить. А потом пойми, почему она любит тебя. Если она тебя любит. Это тоже важный пунктик. Надеюсь, что да. Потому что взаимная любовь — это клява. Как забыть человека, который предавал, но постоянно рядом? Давай. Прикольно. Я вас не справлюсь. Как забыть человека, который предавал, но постоянно рядом? Сейчас, вставочку. По-любому время лечит. Ты его не забудешь, потому что он рядом, он 24 на 7, например, с тобой. Это понятное дело. Но фишка в чем? Время лечит. Правда. Вы забудете, вы немного подумаете об этом, немного поплачете, немного побудете в себе, но потом вернетесь в обыкновенный режим и поймете, что нужно как-то жить дальше. И вот эта мысль жить дальше вас излечит. И вы забудете об этом. И потом поймете, что закройте на это все глаза и такие скажите, да все же ок. Типа, ничего не было. Ну, это я так делаю, не знаю. Жефер, это ненормально. А это что такое? Кто тебя поцарапал? Это я сидела на стуле. Ребята, у меня где-то около 11 укусов комаров на ноге. Давай дальше, следующий вопрос. Вот. Передома постоянно будьте рядом. Закройте на это глаза, время лечит. И не унижайтесь перед ним, так же, как он на это сделал. Хочу интересный вопросик, ребят. Ну, вы сегодня такие молодцы. Я кайфую в точке вопроса. Что ты ценешь в парнях? Ой, я очень сильно ценю, когда возле парней я чувствую себя слабой. Это первое. Второе. Я чувствую, что они искренне относятся ко мне, и я могу им доверять. Третье. Это когда у парня сильная энергетика. То есть, когда он, ну, реально на той же волне, на которой и я. Ну, то есть, глубоко мыслит, неповерхностно. Его что-то интересует. И когда парню есть чем заниматься. То есть, он двигается к каким-то целям и готов идти вперёд. И, конечно же, чувство юмора. Потому что без чувства юмора никуда. Да, согласна. Что я ценю в парнях? Очень сильно ценю заботу. Потому что это важно, когда ты заботишься о человеке, что тебе нужно. И доверие. Доверие в вообще... Это самое, наверняка, важное, что может быть в отношениях между девушкой и парнем. Нужно доверять друг другу. Что бы ни было, в каких бы ни были ситуациях, обязательно нужно друг другу доверять. Ну и понимание. Конечно, понимание. Давай дальше. А чувство юмора это вообще... Ну да, мы это уже сказали. Вы чё? Без чувства юмора никуда. Никуда просто. Что делать, если... Если очень ревнивая? Почему ревнивая? Потому что не уверена в себе. Сто процентов. Вот. Если ты ревнивая, значит... Ревнивая кому? К подружкам его? А ты должна понимать, как он относится к этим подружкам. Как к сёстрам? Как к девушкам? Он подкатывает, флиртует, кокетничает? Тогда скажи ему в лицо. Хотя у неё могут просто быть розовые очки, и она может быть... Казаться, что все хотят просто её парня. Все хотят её парня, все хотят возле него вот так потереться. Ну, значит, ты не уверена в себе, и тебе кажется, что он может в любой момент пойти... Изменить, да. Да, к другой. Но если вы друг другу доверяете... Если вы друг другу доверяете, и ты должна понимать, что у тебя не должно быть таких мыслей в голове, и ты не должна забивать себе голову дурными мыслями. Но если он даёт повод тебе так думать, то ты ему таки скажи... Бро. Бро. I'm sorry, конечно, но реально я уже не могу на это смотреть. Можешь, пожалуйста, сказать там своим вот этим подружаням, чтобы они себя так не вели вокруг тебя, потому что у тебя есть я, девушка. Погнали дальше. Мне неприятно. Да. Всё. Что делать, если моя лучшая подруга любит моего парня и хочет его отобрать у меня? Знаете, некоторые говорят, девушка не стена, можно ей пододвинуть. Я просто ненавижу эту фразу. Нет. Не делайте так. Да, это просто ужаснейшая фраза, и я такого не понимаю. Если пара любит друг друга, зачем разрушать её? Ну, для меня это огромный знак вопроса. Если они вместе, им хорошо вместе, то зачем лезть в эти отношения? Ну, а подруга... Потуши свои чувства, значит. Да, если уж так думаю. То есть, это не настолько они велики могут быть в тот момент, либо сказать, мне кажется, об этом, наверное, подруге. Так и так. Я реально не могу с этим справиться. Если парень проявляет к тебе инициативу, чтобы он делал выбор. Ну и всё. Всё равно, типа, рано или поздно кто-то будет недоволен этой ситуацией. Просто у подруги почему-то тоже взялись эти мысли. Если бы он ей просто нравился, она бы просто там смотрела на него там и восхищалась. А так, когда она его любит, значит, он даёт какие-то поводы, чтобы она понимала, что он нравится ещё больше. Не, ну может быть такое, что реально встречается пара, и лучшая подруга, которая с ним тусуется, влюбляется в чувака ещё. Ну, а чувак может ничего не чувствовать. В общем, нужно разбираться с ним, я думаю. Ну, я бы лучше отпустила, если бы была на месте этой подруги. Ну да, согласна. Так, мы пока ищем интересный вопросик. Давай вон, 16-17. Ответим. Ну, последний давай. Плохо ли, что в 16-17 ещё всё, ещё нет и не было парня? Мне тоже не было в 16 лет парня. И в 17 не было. В 17... В 17... Было уже. В 17 уже был, но в конце 17 лет... Ну, смотрите, ну, блин, я вам так скажу. Не спешите. Не будьте как вот эти все девчонки, 14-летние, которые хотят встречаться. До статуса. Понятно, хотят целовашки, обнимашки, это все хотят. Но почему-то я, уже в осознанном более-менее возрасте, я понимала, что мне не нужны вот эти просто походить за ручку. Мне хочется реально какой-то любви. И, пожалуйста, не ищи его на каждом шагу, потому что только любовь появляется в какой-то неожиданный момент и застанет тебя в располагу. О, да. Правда. Сто процентов. Ещё фишка в чём, то, что в 17 лет, если там не было парня, просто не спешите делать какой-то выбор, кого-то искать, там, то, всё. Просто чаще всего... Можно ошибиться. Да, просто чаще всего девочки маленькие, которые встречаются в 13-14 лет. Им просто нужно это для того, чтобы сказать своим подругам, что, ой, а я встречаюсь, и у меня есть парень. И всё такие, охренеть, у неё есть парень, ничего себе, офигеть, где ты... Боже, вы встречаетесь, и сходите за ручку. Да, мы ходим в кино. Но это... А на самом деле... Можете ходить в кино с друзьями тоже. А на самом деле эта девочка любит этого мальчика или нет? Она что-то хотя бы к нему испытывает? Или это просто так, чисто для статуса? Непонятно. Такое всё, да. Поэтому... И ещё, не ищите вот, что я не договорила. Просто, когда ты ищешь первого встречного, чуть ли, можно так сказать, то можно наткнуться на очень много ошибок и проблем потом. Согласись. Да? Делайте всё с умом. Да, сто процентов. И знаете, что где-то в какой-то стране, городе, а может, и совсем-совсем рядом ходит где-то ваш любимый человек. Я хочу вам привести классный пример, который произошёл с моим братом. Он жил... В общем, он жил со мной в квартире. И когда уехал в Польшу, познакомился с девочкой в Польше. Ребята, вы прислушайтесь просто. В Польше, в одном городе, но они там в разных университетах, он познакомился с девочкой, которая всё время жила напротив нас. Реально. В доме напротив нас. В том же районе, в том же городе. Но он познакомился с ней только спустя, там, не знаю, 15 лет, когда он, ну, там, даже больше, почти 17, когда переехал туда. В другую... В другую страну. Вообще. В другой мир, считайте, просто. И за столько времени они ни разу не виделись, хотя жили напротив друг друга. Блин, ну это очень круто. Поэтому вы никогда не знаете, где вы встретите своего любимого человека. Это классная история. Я тащусь от нее. Реально круто. Давайте мы ответим на последний вопрос и побежим. Давай не на этот вопрос, а просто люди сейчас напишут в комментах. Хорошо. Удаляем. Мир тесен, да. Я еще не встречала, что делать Аню Александрову. Ой, да ладно тебе. Не трынди. Что делать? Ты самая опытная у нас тут. Да, ты реально самая опытная у нас. Привет, Дань. Данька, привет. Как твои дела? Было ли такое, что ты любила парня, а он любит другую? Да, у меня было. Это очень тяжело. Это максимально тяжело. Ангелина выслушивала многое. Да. Невзаимная любовь просто трэш. Не советую с ней сталкиваться. Что делать, если хочется отношений? Блин, забудьте об этом. Уйдите в работу, а? Ну, серьезно. Забудьте об этом. Работа просто убивает все. И ты двигаешься дальше, мотивируешь себя для каких-то целей, растешь в карьерном, какой-то, на карьерной лестнице, но рано или поздно отношения найдут себя. Но в то же время не сидите. Тимоша пишет, что делать, если классные девчонки в Украине в группе поют. Блин, Тимоша, мы, кстати, сегодня уже разговаривали о тебе и говорили, какой ты классный чел. Да, ты сказала. Я говорю, что забудьте вообще о том, что вы хотите найти свою любовь. Она придет в нужный вам момент, когда вы не будете об этом думать. Но очень важно обломанной, она пришла. чтобы вы не можете, Продолжение следует...